привет друзья с вами лариса ларина и в этом ролике я буду вам показывать очень такой яркий драматический темный смоки с небольшими цветовыми акцентами изюминками и давайте начинать начинаю с увлажнения кожи это лора мерсье moisturizer я его наношу натуральной кистью как я обычно наношу любые ухаживающие продукты перед тем как начинают делать макияж можно наносить руками в принципе это зависит от вас как вам больше нравится так и наносите распределяю плавно по всей коже даже если начинаю работать с глазами сразу перед тем как работать с тональным кремом я наношу гелевую подводку черную от bobby brown моя подводка немножко уже подсохшая старенькая поэтому она тушеваться будет не очень легко но когда она свежая она тушуется очень легко единственное что я вам советую не выходить за рамки подвижного века когда вы наносите такие достаточно интенсивные средства вот я показываю за какой предел мне нужно выходить то есть немножко не доходя до этого места а дальше уже чистой кисточкой натуральной как видите я подтушевываю край точнее границу этого продукта чтобы у меня был плавный переход в складочку то есть смоки это самый такой интенсивный цвет выразительный глубокий темный он будет находиться на подвижном веке дальше это будет уже просто растушевка и переходные цвета в кожу следующий глазик оформляют таким же способом как видите подводка действительно суховато но это не страшно немножко дольше ей приходится работать но по крайней мере я хочу вам сказать что вы точно не перетушуете нигде не нанесете лишнее потому что когда подводка свежая вы сразу очень много можете набрать на кисть особенно не знаю продукт дальше я буду наносить темный оттенок это палитра лора мерсье очень нейтральная палитра часто ее использую и я ее ею как бы при прикладываю прибиваю прихлопываю припечатываю гелевую подводку чтобы у меня все было стойко этот цвет не черный этот цвет называется эспрессо если я не ошибаюсь и он очень темный коричневый очень красивый цвет очень глубокий особенно классно для блондинок когда вы не хотите брать прям уголь на черный цвет либо для таких русых как моя девочка модель лена она из ставрополя кстати вот познакомились и наношу по такой же траектории дальше я беру более светлый цвет тоже коричневой нейтральной гаммы и растушевываю уже даже нельзя сказать что растушевываю им что-либо я просто его наношу складочку круглой кистью размер круглой кисти я выбираю в зависимости от размера века моего клиента или данном случае модели если у меня большое пространство я могу взять побольше бочонок если она маленькая беру маленький бочонок дальше еще более мелким бочонком я уже начинаю вводить красивые шоколадный оттенок коричневый на границу между светлым коричневым который лежит выше складки и цветом темным эспрессо который у меня лежит на подвижном веке этот цвет еще немножко темнее чем предыдущий коричневый также шоколадные и как видите граница практически исчезает то есть таким образом работая от светлого к темному я практически убираю всякую границу которая может выглядеть просто как линия в макияже то есть у меня теперь есть плавный переход от самого темного цвета эспрессо на подвижном веке далее в коричневый из палитры тарт про далее в лору мерсье и опять же в лору мерсье самый такой светлый карамельные нейтральный коричневый оттенок который практически всем подходит аккуратненько маленькой кисточкой я все стушевываем добавляю по границе подвижного и неподвижного века чтобы переход был красивый в идеале чтобы у вас подвижное веко выглядело как миндаль форме миндаля то есть он должен быть не круглый должен быть не плоский то есть идеальная пропорция это вот такая вот красивая пропорциональная миндалинка как видите я выхожу немножечко в сторону чтобы у меня а мой смоки был не совсем только на подвижном веке а вот чтоб красивый миндальный вот этот вот эффект был такая красивая кошачья растяжка в сторону виска те же самые манипуляции со второй стороны стараюсь это делать медленно аккуратно плоской кистью наношу круглой кистью подтушевываю кисточка как видите у меня очень маленькая далее я беру тени color pop это тени это цвет сок киш и это очень красивый оттенок он очень сложный набираю его на пальчик и аккуратненько по по глазику по подвижному веку распределяю там где я хочу чтобы у меня был этот красивый киш красивый цвет набиваю и добавляю то есть не страшно немножко добавить но очень важно когда вы работаете пальцами помните что на пальцах немножко остается жир всегда лишний раз не нужно проводить пальцем по веку когда у вас там уже тени когда у вас там растушевка старайтесь набрать на пальчик чуть-чуть нанести опять набрать на пальчик потому что если вы будете долго тушевать долго наносить а на пальцы уже нет ничего то вы просто будете снимать средствами с того чтобы добавлять опять та же подводка идет на нижнюю ресничную линию на нижнее подвижное веко точнее что называется нижним подвижным веком все что двигается до грубо говоря подвижная века бывает нижним бывает верхнее это само собственно глазное яблоко далее я добавляю гелевую подводку но уже color pop этот цвет красивый зеленый такой зелено-бирюзовый оттенок следующий цвет color pop идет patchwork и его я уже буду наносить кисточкой так как мне просто неудобно его наносить на нижнюю ресничную линию с помощью пальца поэтому буду это делать маленькой кисточкой кисточкой подбираю четко по размеру который мне нужен и аккуратненько наношу прихлопывая при прибивая на нижнюю ресничную линию не не растушевывая а именно как бы прикладывающими такими прихлопывающими движениями то что иначе если будете растушевывать вы снимете всю красоту вас останется черный подтон опять же теми же тенями которые у меня лежат сверху я подбиваю нижние нижние подвижное веко там где у меня лежит гелевая подводка черная кисточка как видите такого размера как необходимо именно для этой зоны она достаточно маленькая по ширине но такая как как не подвели как подвижное веко у моей модели и в уголках соединяю нижнюю ресничную линию и верхнюю подвижное веко и вывожу немножко в сторону опять же подтушевываю черным карандашом прорабатываю слизистую линию верхние верхних ресниц и нижних ресниц стараемся делать это очень аккуратно если чувствительнее очень глаза у вашего клиента не надо это делать без этого абсолютно можно обойтись особенно без верхней линии нижней еще куда не шло там принципе можно постараться и старайтесь чтобы карандаш был достаточно мягкий и жирный тогда он будет легко наноситься вам не нужно будет много усилий прикладывать чтобы его нанести и он будет хорошо держаться потому что маслянистая основана не будет легко распоряться на слизистой линии потушевываю немножко кресить ресницы это все и на верхней ресничной линии на верхнем подвижном веке я делаю тем же карандашом стрелочку которую я потом буду растушевывать для того чтобы не был такой красивый бархатистый драматичный взгляд драматичный смоки опять же карандаш если хотите рисовать им по теням нужно чтобы он был достаточно жирный и интенсивный если он будет сухой у вас ничего не получится будьте снимать тени царапать глаза но только не наносить карандаш и немножко подтушевываю уже кисточкой опять же маленькой аккуратненькой подтушевываю эту линию чтобы у меня она как бы вошла красиво в тени но за счет того что это карандаш я могу смогла им войти прямо в ресницы чтобы глубина черного цвета у меня прям из самого глаза выходит то есть не просто из ресниц и самой самой глубины таким образом голубые глаза голубой цвет глаз очень сильно подчеркивается и выделяется что мне очень нравится так как у моей модели голубые светлые глаза и это выглядит очень красиво именно на такие глаза черным цветом из палитры тарт про я подбиваю только в уголках это карандаш от nix и он очень мягкий это карандаш для слизистой в принципе можете для чего угодно использовать но я наношу его во внутренний уголок глаза чтобы его высветлить очень сильно и чтобы на него положить более светлый оттенок то есть я как бы такую дополнительную подложечку наношу и буду наносить минеральные тени рассыпчатый перламутр наношу на этот же карандашик и он у меня уже выглядит очень так искристо живо красиво то есть таким образом я могу перекрыть какой-то темный оттенок это тени make up forever очень красивый оттенок очень нежный для невест я его прорабатываю подбровное пространство очень аккуратно чтобы этим перламутром не войти интенсивно сами тени чтобы не испортить переход лучше нанести чуть меньше и потом подтушевать кисточкой более пушистой соответственно и именно из этих соображений чтобы не залезть сильно далеко я и приподнимала бровь подкручиваю реснички аккуратненько того чтобы они у меня были более такие торчащие так как клеить ресницы в принципе для смоки а из для такого интенсивного макияжа обычно я не клею тушь я буду использовать личную модели поэтому прямо с кисточки от туши буду наносить прокрашиваю нижние реснички сначала интенсивно достаточно потом я дам им подсохнуть и прокрашу верхние реснички очень хорошо прокручивая прямо доставая до корня глаза до корня ресниц я прокручиваю кисточку проворачиваю видите что даже открывается глаз потому что прямо кожа подхожу очень близко и только после этого я прокрашиваю кончики ресниц это блёсточки инглот и немного и очень аккуратно так как это после туши уже после подводки после всего очень очень аккуратно смахивая излишки с кисточки я аккуратно наношу их на тени жидкая помада от никс когда мне нужен очень очень легкая проработка бровей я использую этот материал я его набираю на кисточку и аккуратно создаю им как бы и под пушек и немножко можно линии им прорисовать он достаточно мягкий очень красивые оттенки имеет и он не создает эффект таких нарисованных бровей то что мне не очень нравится но в тех случаях конечно когда это необходимо это необходимо но когда такая красивая бровь как у лены не обязательно ее очерчивать очень жестко и грубо я предпочитаю сохранять естественную брось в процессе того как я заполняю пробелы я ее еще прочесываю чтобы видеть где еще нужно доработать когда работаете с бровями старайтесь чтобы кисточка которой вы рисуете волоски чтобы она была достаточно упругой и переходим к лицу это консилер я его наношу натуральной кисточкой под глаза прежде чем это сделать естественно если у вас что-то осыпалось когда вы делали макияж вы убираете это влажной салфеткой для лица вы убираете излишки и теперь наносим консилер растушевываем его наносим на т-зону и под глаза такую же легкую подсветку нам консилер создает консилер у меня немножко с таким персиковым отливом так как если вы успели заметить у лены немножко есть такие темные темная пигментация под глазами поэтому вот этот персиковый оттенок он будет ее красиво хорошо нейтрализовать как вы видите уже ничего не видно как будто все так и было после того как я нанесу тональный крем если нужно будет можно будет еще высветлить немножко под глазами зону под глазами и сделаю это все натуральными кистями наношу одной кистью а подтушевываю в тени ввожу совсем другой кистью чистой не такой большой чтобы максимально аккуратно деликатно и точно проработать эту зону так как у меня там растушевка над которой я работала долго и поэтому я хочу чтобы она у меня сохранилась сияющий праймер top shop добавить более сияющий эффект наношу именно под тональный потому что я не хочу чтобы у меня сильно сияло лицо все-таки у меня больший акцент должен идти на глаза лицо я предпочитаю в этом макияже сохранить максимально нейтральным тональный крем от лоры мерсье и наносить его буду круглой кисточкой до фиброй цвет как вы видите немножко кажется желтоватым пока он не не соприкоснулся с кожей как только он начнет растушевываться он немножко усядется и будет выглядеть так как надо использование более темного оттенка на полтона на тон на боковых участках лица позволяет сделать еще больше интенсивный акцент на глаза или на губы потому что вы высвечиваете таким образом центральную часть лица получается что вокруг глаз все светлое светлый тональный крем светлый консилер и сами глаза очень темные темный макияж таким образом на них падает очень большой акцент как видите тональный крем уже немножко потихоньку усаживается и уже становится ближе к цвету кожи девочки декольте тоже прорабатываем тем же тональным кремом чтобы все было в том если у нас открытое платье мы хотим чтобы у нас текстура кожи не отличалась на лице и на шейке на декольте так как даже если кожа идеальная то все равно текстура может быть немножко другой она могла нам не может быть она и будет другой если вы нанесли на лицо плотный тональный крем и не нанесли на декольте контурирующая палитра от анастасии beverly hills и я наношу средний оттенок не самый темный как видите отталкиваясь от центра лица никакие полоски на скулах сейчас не в моде мы стараемся сейчас максимально сделать коррекцию растушеванный просто как немножко такой теневой более темный оттенок на зоне скуловой впадины никаких грубых линий никаких четких линий как было когда-то модно сейчас это не модно и это смотрится крайне некрасиво особенно когда модель поворачивается боком то есть это делит лицо на две части линия и это некрасиво просто поэтому старайтесь коррекцию делать когда она нужна и максимально растушевана максимально аккуратно поверьте вы заметите что лицо скорректировалась но не будет вот этих жестких линий клиенты никакие этого не любят и как видите даже на видео это смотрится более красиво более аккуратно и не выглядит слишком уж перекрашенным лицо когда жесткий контуринг сделан лора мерсье пудра транслюсом опять же небольшой кисточкой прорабатываю под глазами а все остальное лицо уже можно отработать другой более крупной кистью чтобы не тратить время на такую деликатную работу маленькой кисточкой и к этому и палитра окон для контура и опять же как видите очень аккуратно начиная с центра лица и можете видеть как Уже поменялась, уже стала щечка, да, я еще немножко добавляю на центр и немножко свожу как бы в сторону к волосам для того, чтобы эту линию стушевать. Но самое главное это то, что на центре лица, то, что отвечает именно за то, как выглядит лицо фронтально. Вы видите, какое это пятнышко растушеванное, как оно выглядит мягко и не вызывающе, не жестко. Надеюсь, что вам такой эффект нравится, и вы тоже будете его применять. Это палитра морфи для румян, и ею я делаю румяна. Очень аккуратно, очень легкими движениями, практически не прикасаясь к коже, я наношу румяна. Интенсивный восстанавливающий бальзам для губ, лучше было бы, конечно, нанести его раньше, но уже поздно. Уже наносим сейчас. Бэком хайлайтер. Красивый цвет для светлой кожи. И опять же, маленькими кисточками аккуратно, чтобы не на все лицо, не огромный размах, потому что, если вы выйдете хайлайтером сильно на цвет коррекции, на цвет контуринга, то у вас может быть серое грязное пятно, что, в принципе, не очень красиво, не очень хорошо. Естественно, да, поэтому старайтесь более маленькими кисточками работать с хайлайтерами, не такими, как для пудры. И даже, я бы сказала, не кисточками веерными, потому что, опять же, они много на себя берут. Губки будут нейтральные. Блеск Анастасия Беверли Хиллс. Очень натуральный, красивый цвет. И без контура, без жесткой линии, очень мягко, очень нейтрально наносим на губы. Ну вот, наш красивый, драматический, глубокий, насыщенный смоки готов. Оцените, как красиво смотрятся глубокие темные цвета именно на светлой коже, на высветленной зоне под глазами. Как красиво сразу играют голубые глаза, насколько они становятся выразительными при таком ярком макияже. И я уверена, что вы можете с легкостью предлагать голубоглазым клиенткам такой макияж. Если понравилось, то, естественно, ставьте лайк, чтобы я знала, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, я буду продолжать снимать видео. И если есть какие-то вопросы, пожелания, рекомендации, задавайте в комментариях. С вами была Лариса Ларина. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok